Посещать музеи, театры и концерты бесплатно сможет новосибирская молодежь. С начала осени в силу вступили некоторые изменения в законах. Курящим людям помогут бросить вредную привычку, ветеранов обеспечат лечебным питанием, а владельцев гаражей ждет амнистия. Виола Янголь подробнее. В сентябре льготники смогут получать социальные услуги в новом порядке. Оформить заявление можно через портал Госуслуг и МФЦ. Кроме этого, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и многие другие смогут получать бесплатные медикаменты и лечебное питание. Изменения коснутся и владельцев гаражей. С сегодняшнего дня в силу вступил закон о гаражной амнистии. Она для тех, у кого капитальные боксы. Можно в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на объект недвижимости и на участок земли под ним. Подать заявление в орган власти или в орган местного самоуправления о предварительном согласовании. Далее обратиться к кадастровому инженеру для подготовки плана. Далее орган власти, это я очень коротко, издает решение о предоставлении земельного участка. Новосибирцам, желающим бросить курить, поможет Минздрав. В рамках программы можно будет получить консультацию и первичную помощь от терапевтов, пульмонологов, кардиологов и психиатров. С сегодняшнего дня молодежь может бесплатно посещать различные культурные места, музеи, театры и концертные залы. Все это за счет государства. Оформить пушкинскую карту можно только на госуслугах. Принять участие в программе могут молодые люди от 14 до 22 лет, имеющие на руках карту МИР. Для того, чтобы оформить пушкинскую карту, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, установить мобильное приложение госуслуги Культура и подтвердить выпуск пушкинской карты. Пользоваться картой можно до конца декабря 2021 года. На ней установлен лимит 3000 рублей. Перечень всех мероприятий и мест, которые можно будет посетить, опубликуют на социальном портале культура.рф. Молодых новосибирцев такая возможность заинтересовала. Я, наверное, опорнула. А куда бы вы сходили? Что вам интересно? В кинотеатр. А куда бы вы ходили? Что вам интересно? Ну, на спектакле. По Достоевскому. Полный перечень новшеств и изменений читайте на сайте nsconnews.info. Виола Янголь, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok